За мукой, молоком и хлебом многие жители Усть-Ивановки ходят только в Валентину. Магазинов в селе много, но этот со своей почти полувековой историей. В советское время он относился к Ивановскому райпо, а в 90-е его хозяйкой стала Валентина Юнаева. Сегодня она уже не стоит за прилавком, но всегда с теплотой вспоминает то время. По словам Валентины Ивановны, продавцы в СССР всегда были на особом положении, ведь имели доступ к самым дефицитным товарам. Естественно, что привезут, разделят, там, райпо, там, какой-нибудь, да, с нам это. Конечно, мы дали. Первую очередь себе, что там говорить. Сегодня дефицита уже нет. На прилавках полное изобилие. Купить можно все, что душе угодно. Если нет в наличии, привезут под заказ. В деревнях есть и такая услуга. Следуя веяниям времени, теперь в сельских магазинах можно оплатить штрафы ГИБДД, коммунальные услуги, телефон, сделать банковский перевод через терминал и спокойно рассчитаться пластиковой картой. Но покупатели, особенно постоянные, прежде всего ценят внимательное к себе отношение. И неважно, купил ты товар на несколько тысяч или всего на 100 рублей. Здесь все равны. Ну тут все есть, всегда. Ассортимент отличный. А продавцы какие? В продуктовом отделе Валентины посменно работает 4 продавца. Трудиться приходится по особому графику. Чтобы в тот же Новый год на праздничном столе было все, продавцу приходится уходить домой поздно вечером, 31 декабря. И так каждая красная дата календаря. Но вынужденное простое все-таки бывает. В торговых точках уже давно есть свои графики покупательской способности. Новый год прошел, ну еще там, может, 23 февраля еще это самое. А потом посидим, отдохнем маленько. Уже народу меньше. Потом опять начинают дачники ездить. Свой магазин две недели назад появился и в кантон Камунне. Надпись «Мы открылись» до сих пор красуется на входе в Центральный. Раньше за продуктами жители поселка ездили в город. Теперь отовариваются почти дома. Это не просто торговая палатка, а целый мини-маркет повседневных товаров. На прилавках бытовая химия, продукты питания – все только самое необходимое и пользующееся спросом. Написали на печать, штрих-код все присваивается. Каждый штрих-код к каждому товару. Сегодня даже сельские магазины переходят на электронную базу, в которую заносят весь поступивший товар. Крупа, растительное масло, полуфабрикаты – все имеют свой штрих-код. Расчет на кассе занимает считанные секунды. Калькулятор давно заменил счеты. Да и им пользуются редко. Но современные гаджеты никогда не заменят одно – обаяние продавца. У каждого есть свои секреты, как привлечь покупателя. В первую очередь общительный, должен внимательный к покупателям, вежливый, самое главное. Человек заходит, ты улыбаешься, у человека позитив, и все, мы общаемся на вот таком уровне. И человеку приятно, и нам. Продавец на селе даже несмотря на свои проблемы всегда выслушает покупателя, поможет добрым словом или советом. Но бывает и наоборот. Работника прилавка обидеть очень легко. Как рассказывает Оксана Валентиновна, люди не всегда приходят за покупками в хорошем настроении. Ну, стараешься все равно сгладить как бы эту ситуацию, потому что, ну не знаю, было у меня такой случай. Заходит сама там, не знаю, псих-псих. Ну, пытались и поговорить, и потихоньку. Это потом вроде улыбается, все, купила и пошла. Были такие случаи. А, сады постарались? Да, да, неприятно вообще прям. Но в целом, несмотря на все жизненные сложности, продавцы свою работу любят. Возможное за то, что день торговли можно отмечать два раза в году. Каждую четвертую неделю июля по новым российским правилам. И в последнее воскресенье второго месяца лета. Уже по заведенной в советское время традиции. Юрий Камышный, Иван Сюмак, Амурское областное телевидение.